Всем привет! С вами Анатолия, Жарпарком, город Самара, коммерческая баня индивидуального парения. Александр, владелец, сейчас он расскажет, как что называется, и будет рум-тур, как что сделано. Так что ушки на макушке. Привет! Да, добрый день. Где мы находимся? Мы находимся в Самарской области, село Дубового Мёд. Место называется то самое место в Дубовом. Ну, такая вот у нас небольшая получилась банька. Всё делали сами. Вот здесь вот у нас представлена комната отдыха, отделана вагонкой из кедра. Полы, плитка, тёплый пол от газового котла. Там вот электрический больер спрятанный. Так-так, ну-ка, ну-ка. Заметьте, какая ширина, солидная. Тут чаи, меды. А бойлер? Бойлер там закрыт. Закрыт полностью, да. Так. Что тут есть? Есть для того, чтобы печку обслуживать всё. Собственно, печка. ВВД. Приток. Красота. Во! Сертификат. Техника свободного веника. Мастера образного парения. Банная магия. У кого учился? У Добровольского, у Ивакина и у Банислава. Крутяк. Прошёл для обучения. Крутяк. Что у тебя ещё есть? А вот это вот что такое? Мне что-то было как называется. Бубен? Нет, это этот. Надо пустать. Вылетело. Чё-чё-чё-чё-чё? Глюкофон. Вау! А это дождь. Это дождь. Это дождь. Офигенная штука. Настраивает. Батюшки, это же дорогая вещь. Да, приобрели на банифест в том году. Так. У тебя всё по фэншую. Похошёл. Шапочки. Полотенца. Красота. Похож? Похож. Похож. Так. Иван Купала веник. Ароматизированный. Ароматный. И... А вот это вот где взял для оформления? Это производит Елена, жена Дамира. Знаем и Дамира. Знаем его. Так. Ну что, печка. Какая у тебя печка стоит от ВВД? Сударушка семейная. О! В облицовке серпетинит бархат премиум. Премиум. Бархат. С методами пасками, да. Более 25 лет она производится. Чугун и нержавейка. Сколько ей времени? Давно ли стоит? Ей почти год. Как часто проходят банные процедуры у тебя? Вот где-то два раза в неделю в среднем. Так. Доволен, недоволен? Только честно. Сейчас я полностью доволен печкой и тем, что я с ней чуть-чуть доработал. Расскажешь про доработки, когда пойдем к печке? Да. Расхожу, что сделал, что доделал. Чтобы долго и счастливо меня радовало. Так. Что вот это такое? Здесь сделана приточка под печь. И вот эта приточка? Это приточка к морде, получается, печи. А здесь, чтобы туда заходил воздух и поднимался под печь. И там еще и шибер с улицы, приход воздуха сделан. Можно и так, и можно из комнат отдыха забирать, можно и с улицы забирать. Что-то мне это все похоже на систему Бояринцева. Не апологет ли ты его? Нет. Это ваша система СЖРБ. Самой живой русской бане Владимира Каркасного Божества Банного Ефремова? Да. Делали вместе со Стасом, инженером. С самим Стасом, с моим двойником, человеком, который похож на меня. Стас, я знаю, ты смотришь, ты красавчик, ты более роскошен, чем я. Я уже старенький, а ты еще молодой. Так, что здесь есть? Все сегодня посмотрим. Так. Вау. Вау. Красота. ВВД. Здесь еще сделала система и спрятывая отопление и вода. Слушай, у тебя тут от военкомата можно прятаться. Так. Дверь. Массивная, матерая. Дверь массивная. Так. А это у нас мокрая зона. Мокрая. Что у тебя за дерево покрашено и чем покрашено? Это ольха, не обрезная. Кору не стал снимать. Просто покрыта маслом в два слоя. И последний слой не был стерт, чтобы стало как такое глянцевое и в воду себя не впитываю. Масло живется? Нет, из Леруа. Из Леруа. Так. Так как потолки здесь невысокие. 2 метра 50 метров. 2,05. 2,05. Здесь стоит знаменитейшее устройство в банном мире. Колобок. Специально для мокрых зон, в которых невысокий потолок. Работает? Нарекания есть? Нет. Реально работает. Реально работает. Душ? Меды? Во! Если есть пульт, значит есть в бане музыка и свет. В бане есть свет. Музыка просто колонка. Так. Здесь свет такой. Так, трехпетельная дверь. Чего производства? Это просто купленная на рынке. Так, понял. Нет производителя, но чуть-чуть доработаем. А теплый пол? Теплый пол у тебя есть или нет? Везде теплый пол. Везде теплый пол. В комнате отдыха и в мокрой зоне, и в бане. Рекомендую или это буржуйство расточительно? Обязательно рекомендую, потому что всегда тепло зимой. Можно высушить быстро мокрую зону. Также парная быстро сушится. И зимой и летом топишь одинаково получается. А что у тебя надо головой? Что это за потолок такой интересный? Первый раз вижу. Это натяжной потолок. А почему именно натяжной, а не дерево? Потому что здесь лежит железобетонная пита. Они все вот такие кривые. Я утеплял все изнутри, потому что не мог снаружи утеплять строение. И самый простой вариант, и чтобы сильно не опускать его, было принято решение сделать натяжной потолок. А сама баня из чего сделана? Кирпич. Кирпич. Крутяк. Вообще сделано все по красоте. Смотрите, все с штапиками сделано. По красоте. Ну а сейчас зайдем. Давай. Смотрите. Неужели у тебя оборудована парная паркнопками? Да. Обязательно. Сам сделал и даже сейчас запустил их в продажу. Паркнопки. Опа. То есть ты конкурент Артуру и... Блин, тоже еще паркнопки делает. Забыл канал. Баня моя... Ой, забыл. Своя баня. Да, да. То есть ты тоже этим решил заняться. Ну красава. В комментариях обязательно на свой товар ссылочку дай, чтобы люди смотрели. Что у тебя решают паркнопки в парной? Какие штуки они делают? Паркнопка работает, во-первых, для того, чтобы не открывать и не брать ковшик, не набирать кипяток, не звенеть во время парения ничем. И второй ее плюс. Когда ты паришь, ты на все это дело не отвлекаешься, и у тебя режим парения более плавный. Вот нет вот этих скачков туда-сюда. Ну и третье, как само парение. Включил кнопочку, а лежишь на полке. Кнопочку. Держи-ка, 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 держи-ка. Та-дам-там-там. То есть, объясняю. Вот ты сам пришел в баню, да? Натопил ее все по кайфу и решил дать пару. Вот руку подвел и нажал одну из двух кнопок. Зеленая – это подача воды, а вот это? Это дождь. Система, которую мы в столке. Я ее не вижу. Где она? Где? Вот это? Да. Я думал, это электричество какое-то. Нет, это система дождь. Это трубочка с водой? Да. И она идет по всему периметру? Охренеть! 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 Реально, посмотрите. По всему периметру. Офигеть! Дорого? Нет. Если хорошо, поискайте. Обязательно в комментарии, как выйдет это видео, напиши, где купить, сколько стоит и все такое. Так. С чего дальше начнем? Ну, мне очень понравилось, что у тебя есть здесь Black Bunny. Мне очень понравилось, что у тебя здесь есть Вудсон. Ты все тестировал и Black Bunny, и Вудсон? Все изделия? Да, я тестировал. А что у тебя было? Что у тебя есть из Black Bunny и Вудсона? У Вудсона я взял второе дыхание, у Black Bunny я взял валик для ног и матрас. Давай отзывы. Это важно, потому что это два пипец каких конкурента злобных, да? Вот, что больше нравится, обязательно. Мне понравилась Black Bunny, так как она себя вообще ничего не впитывает. И достаточно просто ее сполоснул, и тряпочкой протер, поставил, и она сохнет. Мы про матрасы говорим? Да, я про матрасы провалик. Ага. А что у Вудсона не понравилось? Вот эта штука клевая? Да, у Вудсона клевая для второго дыхания. Но я хотел приобрести их новую, которая высокая. Ага. Вот, для того, чтобы, когда лежишь, не открывать. Или у кого нет второго дыхания? Это ВВДшное клевое второе дыхание. Необулайзер. Необулайзер. Давай сразу критику. Нравится, не нравится, что бы сделал не так, рекомендуешь, не рекомендуешь. Если у кого-то есть желание поставить второе дыхание, то я рекомендую брать, конечно же, данное устройство. Но здесь можно с другой стороны, так как, когда мы находимся в парной, то мы должны человека немножко отключить, а второе дыхание нам это мешает сделать. Поэтому я им пользуюсь только для тех людей, кому это очень сильно хочется попробовать. Или они, например, боятся. Есть кто боится сильной влажности, сейчас будут ударить, или сейчас вдруг появится жара, которой здесь у нас нет. Вот для них и сделано второе дыхание. Обязательно. Поэтому лучше его сделать сразу, чем потом что-то доделывать. Еще я на него поставил шибер, я могу его закрыть. Да. С кнопки. Класс. А что вот это за валик, если мы вернемся опять к нашим братьям-акробатям, Лутсону, Блэкбанне и Ноу Нейму? Это я купил в Крыму, когда был на обучении. Влажный, что пипец. Ну, он уже просто очень давно лежит. Поэтому такой маленький валики нужны для больших мужчин с животами и для женщин. Его кладешь вот сюда, чтобы ничего нигде никому не жало. Поэтому маленький валики тоже нужны. Вутсон, Блэкбаня, кто первый из вас сделает маленький валик, тот будет красавчиком. Прям вот такой плотный-плотный. Он прям как колбаса плотный. То есть он реально плотный. Вернемся опять к братьям-акробатям. А что у тебя есть еще из их ассортимента? Может, ковши, веера там? Нет. Нет. Больше. У меня вееры я купил в прошлом году на Баннефесте, которые были представлены. Давай рекламу или наоборот антирекламу? Ничего не скажу. Они как бы сделаны качественно, добротно. Так. А ковшик это вот обыкновенный из Озона за 1200. Подделка подруста. Да, подруста. Но 1200. Но 1200. Да, иногда цена решает. Рус сейчас смотрит. Так, так, так. Ладно, ладно. Запомним этого человека. Ему ковш мы не вышли на халяву. А может быть вышли, Рус. Вышли ковш нормальный. Итак, идем дальше, но вернемся опять к кнопке. А давай расскажем, как она сделана, которая воду в баню подает. В печку. В печку? Да. Ну, она же, когда нажимаешь, идет на релюшку. Релюшка отстраивается на определенное количество времени. Открытие клапана. Клапан открывается. Вода поступает. Ну, кипяток, естественно, попадает в трубу. И подходит к печке. Вот она, вот эта вот труба. Да, вот она, эта труба. Она заходит в печку. И здесь вот через пушку устроена. На самое дно каменки уложена практически. А она под давлением идет? Она идет под давлением, да. А что нужно человеку? Какой подвод воды? Ему нужно какое-то давление специальное? Минимальное открытие клапана 0,02 атмосферы. О, как. Запомнили. Обязательно, третий раз говорю, напиши, где продается, что купить. Полное описание. Идем дальше. У тебя очень много пластика. Я знаю, зачем и почему используют пластиковые ведра. Но я хочу, чтобы это ты сам рассказал. Почему у тебя ведра пластиковые? Видите, просто ведра очень удобные. В плане, что... Покажи, отрекламируй. Данным ведром очень удобно, конечно, тоже пользоваться для замачивания, запаривания и потом резкого, может быть, охлаждения. Но данные ведра, они мягкие. И ими очень хорошо и удобно делать обливания. Их удобно таскать. Удобно в них положить в веники. Поэтому у них как бы... Вулсон, Блэкбаня, где ведра? Где черные ведра? Где коричневые ведра? Ждем. Это самые охренительные ведра. Мало этого, они дешевые. Они места при хранении не занимают. Они либо складывают, либо одно в другое вставляются. Пластиковые лейки. Зачем они нужны? Данные лейками мы обливаем человека перед парениями. Чтобы разогреть сначала ноги и тело. И иногда на шею после парения льется вода. Для того, чтобы человек улетел в космос. На шею не лью. Я обычно обливаю из ведра. Из тазика большого. Вулсон, Блэкбаня, где лейки ваши фирменные? Пластиковые. Ждем, ждем. Идем дальше. Что еще мы видим? Отрекламирую чьи... Подожди, это Бентвуд? Нет. Судя по лого. Или это что-то новое? Это что-то новое. Добро, добро паров. Знаю, знаю. Это екатеринбургская компания. Огромная. Это их суббренд. Это название забыл. Ну, такие путинисты прямо там. Там, как же они называются-то, песни поют, там, словословят. И у них вот огромная компания, которая занимается всем подряд, в том числе и бандаркой сейчас. Что скажешь? Можешь отрекламировать? Хорошие вещи, нехорошие вещи? Да, мне вот жена заказала. Оно вообще было очень недорогое, данный тазик. И у него нету никаких вставок внутри. Вообще, по-хорошему, по фэн-шуи, конечно, ни пластика, ни металла в бане быть не должно. Но приходится, как говорится, пользоваться все равно. Здесь я его маслом покрыл, вода стоит, ничего не рассыхается. Все удачно и хорошо. То есть, хороший бренд рекомендуешь. Так. Особенно по той цене, которую можно взять. Да. Это очень огромная оптовая компания. На всех маркетплейсах они представлены именно брендом Добропар. Там много всего. Но, я думаю, даже и ковш оттуда. Поехали дальше. Смотреть, что есть. Ария. Хороший или нехороший веерок? Отличный веерок. А почему он такой маленький? Потому что тогда оставались только маленькие веера. И у меня, в принципе, парная небольшая. Поэтому... А давай про парную. Сколько в ней объемов? У меня 2,5 на 2,80. Высота 2,05. И получается где-то в районе 13 кубов. Класс! Высота потолков сначала переживал, что маленькая. Но после того, как обучился Добровольского, понял, что как раз это мой самый лучший вариант. Что я потолки никак не увеличил. Поэтому не могу сказать, что высокие или низкие, хорошо или плохо. Но для меня вот лучше такие низкие, например, потолки. Меньше вмешиваешь руками. Пар уже здесь стоит. Он уже опускается. И ты, по сути, стоишь уже не в пару. У которого он опустился. Меньше тратится энергии. Так. Идем дальше. Что у тебя за клапан? Там приток воздуха с обратным клапаном. Это базу, которая вниз опускается? Или это отверстие насквозь? Просто отверстие насквозь на улицу. Хватает тебе воздуха? Да. У меня здесь воздуха достаточно. Обратите внимание, тут еще какая форточка. Огромное окно. Хочется вот здесь вырезать второе окно. Не хватает. Делайте два окна в парной. Для проветривания резкого, да? Для резкого проветривания мне не хватает. Потому что вот так вот. А это окно как раз для человека. Когда открываешь, к нему оно подходит. Свежий воздух. Это, наверное, 80 на 80. Это 60. Или 60 на 60. В компании Пармастер я приобрел данные. Да, это монополист на рынке самых лучших устройств в городе Самара. Отрекламируем Пармастер. Офигенные ребята. И печь у них брал. Да, у них брал. Они меня убедили в покупке данной печи. И я рад этому. Потому что у меня сначала была дилемма Технолит. И Сударушку. Решил Сударушку. Да, решил Сударушку и не пожалел. И доработки твои. Это автоподача воды в нее. Есть еще что-то? Да, там лежит 40 килограмм нержавейки на дне. Офигеть. Рубленной или... Этих. Крутков. От 50 миллиметров где-то до 30 я положил. Давай поговорим про это. Где ты ее взял? Не на Авито ли? Нет. Через знакомых вышел на... Поставщика. На поставщика в Самаре. Они торгуют оптом. По ганажными изделиями. И там попросил, мне нарезали и привезли. А сколько с тебя денег, если не секрет, взяли за такой объем на тот момент, когда ты покупал? По-моему, она стоила 320 рублей килограмм. Это был какой год? Это был... В конце того года. То есть 2022. Да. Очень дешево. Слушай, ты красавчик, ты прохаванный жизнью человек. У тебя жена точно есть. Таких женщин любят. В отличие от меня. Я тут бестолочь. Даже расстроился. Ну, за себя. Ну, ничего страшного. Так. Поехали дальше. Что у нас отсюда? Идет сюда. Душевая система. Вот я тут сам прорекламирую. Ребятки, у меня на хате у самого вот эта вот штука есть. Именно вот такого серебряного цвета. Долговечный, что пипец, брал в Леруа Мерлен. Ганзер. Вот это не знаю. Вот это... Нет. Дамир советовал. Он такие ставит в систему. И я вот нашел на озоне их. Дамир голова тут. Самое главное, что и шланг был, и лейка была. По-моему, вот этот тоже от них стоит. Роза. И там еще один душевой. Типа гигиенического душа тоже брал их. Нареканий нету. Все качественно, все хорошо. Что внутри системы тут? Ничего не видно? Там ящик какой-то. Все спрятал и замуровал. Так, чтобы никто не подсмотрел. Нет. У меня в телеграм-канале есть все видео. Это построение. Ссылочку на телеграм обязательно в первой комментарии киданье. А я сделаю закреп. Синий кубик Sony выдерживает? Выдерживает. Все с ним отлично. Я просто не стал делать сначала сюда систему звука. Никакую. Поэтому обхожусь теперь маленьким кубиком. Ну и вот здесь достаточно. А так, пока вы строите баню, лучше сразу сделать систему звука. Если это вам надо. А она сейчас не надо, потом поймете, что было нужно. Поэтому лучше предусматривать сразу все. Немножко про полки расскажу. Я считаю, что вообще все идеально. Это Г-образные широкие полки. И вот так вот идут. Тут парит человек. Как раз мне они низковат. Тебе в самый раз. Вот. Потому что у тебя рост нормального человека. А у меня переросток. Гоблинский. Нет, хубы гоблинские. Орочи у меня рост. Вот. Здесь место для инструментов. И здесь место для инструментов. Опустимся вниз. Посмотрю, что здесь. Теплый пол. Обычная плитка. Широченные сливы. Это пластик или металл? Пластиковые. Посмотрите. Сливы. Вот небулайзер. И какие-то белые трубы с моторчиком. Что это такое? Здесь. Это для меня небулайзер. Приток. И шибер на него. Стоит электронный. Можно открыть. Электронный. Да. Это вытяжка. Она тоже с вентилятором. С большим канальным. На 12 вольт. И один компьютерный вентилятор регулируемый. И вот здесь стоит его регуляция. Можно прибавить и убавить. Ой, я такую, по-моему, Дениса Вахова видел. Или ошибаюсь. Не знаю. Но это... Я знаю, кто это. Это мой двойник. Стас. Насоветовал. Нет, это я сам придумал. Это голова. Обязательно все ссылки на себя оставляет. Вон, сибиряк пришел. Да. Как звать? Пуша. Пуша. Старая парильщица. Да. Так, идем дальше. Вот про полки все рассказал. Мне вообще все нравится. Ты их чем-то... Покрывал маслом. Маслом. В три слоя. В три слоя. Да. Красота. Наверное, переходим вот сюда. Здесь проходной узел. Домоход от Инжкомцентра ВВД. Правильно я узнал его? Что вот это за модуль? Отрекламируй. Или наоборот? Это нестандартный стартовый элемент. Труба в трубе с конвектором. Так. Здесь у тебя плитка, которая... На что посажена? Здесь перегородка из газоблока. Отштукатурена и приклеена плитка. За этой плиткой кирпичная стена. Красота. Вот этот вот подиум нужен для того, чтобы подавать воздух под печку. Правильно? Там у тебя в муровом труба. Под углом 90-45 градусов. Так. Царская облицовка. Барская печка. Абсолютно барская. Чугун, как вы видите, как говорит наш Владимир Ефремов, это рыжинка покраски. Рыжики покраски. Это нормально. Это не коррозия. Но все остальное это нержавеечка. Здесь у тебя стоит рассекатель, чтобы когда... Нет. Я его обрезал, оставил только горловину. Так. Зачем? Чтобы увеличить заклад камня. И там же внизу нержавейка лежит. Так. И как раз трубка доходит почти до нее. Там же пушка и сверху камушек. Логично. Аргумент на аргумент. Это жидеид. Хочу заменить на ленифрит. Дорого. Оставь жидеид. Оставляй его. Там нержавейка. То есть вся каменка нержавейка. Из нержавейки сделана. То есть это то, что самое модное на 23-й год. Когда чугунная топка и каменка из нержавейки. Ты положил абсолютно правильно туда нержавейку. Респект тебе и подсчет. Камень хороший. Еще и автоматические всякие вещи сделал. Прям вообще красота. Не нарадуюсь. И скажи, как долго готовится печка? Как ты ее топишь? Открываешь или в закрытом состоянии? Что жрет, сколько прет? Я топлю по вот такой охапке где-то. Это половина топки. Вот таких три охапки у меня уходит. Дров или брикетов? Дров. А какими дровами? Березы и дров. О как. Через час уже каменка готова. С открытыми дверцами? Нет, я ничего не открываю. Достаточно излучения от облицовки и печи самой. Плюс конвектор работает. Так как теплый пол у меня и так, она выходит с 30 градусов. Поэтому до 40-45 градусов мы нагреваем парную. И дальше начинаем париться. То есть ты адепт 45-50 градусов? Потому что дальше можем уже нагнать паром всю температуру. А ты когда-нибудь ее просто пробовал, ну скажем, 2 часа потопить и получить сколько градусов? Не знаю. Топил. Сколько? Буквально во вторник я топил ее 2 часа. Температура была ровно такая же, как и раньше. Больше 50 она не поднимается. Потому что я утеплил печь и бублицовка не греется. Как понять, утеплил печь? Че-че-че-че-че? Вот эта вот вата каолиновая проложена, вся целиком уложена печь, я закрыта ею. Поэтому облицовка больше 80 градусов теперь не нагревается. Дайте я сейчас помыслил. Он обложил каолинкой печь. То есть с чугуна не снимается жар вообще и он не охлаждается потоками воздуха? И сколько в таком режиме, напомни пожалуйста, у меня коронавирус был, печь работает год или полгода? Ну, ты знаешь, что с гарантии это слетело, мне так кажется, за такую модернизацию. Но это очень интересно посмотреть, как долго прослужит. Я объясню тем, кто не знает. Ну, я же понимаю, что меня смотрят, может вообще ты первый раз наткнулся на мой ролик. Значит, есть такая особенность. Особенность. Облицовка никогда не ставится вплотную к чугуну, чтобы там был вот такой вот примерно зазор. Чтобы воздух подсасывался и снимал излишнюю температуру, чтобы все время вентилировалось. Именно для этого производители печей делают печи в кожухе. Ну, я имею ввиду дешевых или нехорошо дорогих. И между топкой печи и кожухом есть вот такое расстояние, которое не забивается камнями, для того, чтобы была вентиляция, чтобы снимать лишний жар с топки. Вот интересно, что будет с этой печкой. Ты прямо это, экспериментатор-инноватор. Ну, конечно, ВВД тебя за такую инновацию не похвалит, но я похвалю. Ну, а что, почему бы нет? Давай, дерзай, за свои деньги купленным, что хочешь, то и делаешь. Ну, что, респект, уважуха и почет. То есть специально сделал так, чтобы печь не уходила больше 40-50 градусов, правильно? Да, и чтобы пока мне облицовка не грелась. Пришел почти к режиму, как будто она обложена кирпичом. Я-то помню, мы с Денисом Ваховым снимали офигительный ролик, брали курицу за ногу, к дымоходу ее раз, показывали, вот если металл голый раз, она кожица прямо припипает. А сюда ты бамс, ну и просто небольшое, как бы, обжег. А у тебя теперь вообще просто рукой держать можно выходит. Ежи, салам, это прям по красоте. Стагу в фирулях, я такое вижу первый раз. ВВД, думаю, тоже видят первый раз. Ждут, ждут. Когда у меня пройдет время, я дам отзыв на это. Что с ней произошло? Ну, пока мы топим ее чуть-чуть, час-полтора, вот последний раз два. Стараемся экспериментировать, но чтобы ничего с ней не случилось. Добром это не кончится, мои слова попомните. Но это все равно по кайфу, блин, это эксперименты за свои же деньги, это интересно. А когда буду в Самаре, мы еще увидимся. Я не последний раз здесь. Если что-то случится, обязательно скажи. Ну, а теперь давай оканчивать ролик следующим. А что ты творишь в этой бане? Как вы знаете, у меня есть училище рядышком с девчонками, это театральное. Я там, когда подкатываю к ним, я служу театру. Ну, ладно, я тогда буду говорить, я служу в бане. Там, знаешь, вот это все. Что вы творите, что-то там, какие программы. Программа парения, банная магия. Соляные выкатывания. Соляные медовые выкатывания. Обертывание салом. Там, нет, вымазывание, вымарывание сажей. Нет. А у тебя лицензия есть на соляные эти выкатывания от самого главного гуру? Меня обучал добровольский. Респект. Это все нормально. Так, соляные выкатывания, мистика. Вечерки бывают девчачьи? Планируем. Правильно, нужна пара мастерица. Так, что еще бывает? Здесь всегда хорошо. Латки какие-нибудь, там, не знаю, там, ну, конечно, казачьего чеса у тебя нету, Петровича тут нету, я его не видел еще. То есть, классические, банные, индивидуальные процедуры, исходя из пожеланий. Клиент. Да. Вот ты правильное слово сказал. Вот обычно говорят гость, но все, что гость, это бесплатно. Пришел гость, ты с него деньги не возьмешь, а когда клиент, это правильный подход, клиент-ориентированность. Что еще хочешь рассказать, что мы не упомянули, что не рассказали? Критику, может, какую дашь, скажешь, вот это мне не нравится, сделаю бы по-другому. Или купил тот, а оно развалилось, никогда не берите. Нет, такого пока еще не было, есть только вот доработки. И они, это не переделка чего-то, а это именно доработка, что хочется добавить. Вот из последнего, наверное, еще хочу добавить вентилятор на приток воздуха, управляемый также, нужно было больше его. И, возможно, под второе дыхание тоже поставлю маленький вентилятор от компьютера, чтобы больше движения было, потому что, когда иногда не принадлежишь, поддал, то затягивается в него пар. Вот, дождь работает, как помощник получается. Его включил, пошел небольшой, такой, типа, туманно ложится, в это время поддаешь, и вместе это опускается не человек, он уже влажный, и пар добавляется. Вот, что из такого? Вот, что хочу еще, это все-таки колобок, это он очень маленький. А есть большой колобок, побольше объема. Ну, лучше все-таки ливий на 50 литров поставить. Не знаю, тебе решать. Да, поэтому будем... Любой каприз за твои деньги, современная промышленность решает. И ставить большой ливень. 50 литров, это 50 литров. Согласен, на этой коронной фразе 50 литров, это все-таки 50 литров. Мы оканчиваем ролик, время все обсудить. Тебе не забыть все ссылочки дать на себя, а тебе не забыть поставить лайкос. И обязательно накатать критики, что не так. Ну, и передаю величайшему Стасу привет лично от себя. Мы люди, которые друг на друга черепными коробками похожи. Вообще, респект. Респект тебе, Стас. Давай корягу. Клиентов побольше, денег еще больше. Умеешь, могешь. Продолжение следует...